Эти хоккеисты встали на коньки только три года назад, но уже показывают неплохую игру. На Сочинском льду московский клуб «Метеор» выступает впервые. Восьмилетние хоккеисты уже обошли несколько команд. И встреча с клубом «Акбарс» у них последняя перед финальным поединком. Оправдывая быстрое название команды, юные «Метеоры» ушли в явный отрыв. Встречу они завершили со счетом 9-3, причем две последние шайбы забросили в ворота противника буквально на последней минуте. Результат – первое место в своей группе. Конечно, рады вышли в финал. В принципе, турнир классный. Готовились к нему полтора, даже, наверное, два месяца. Очень сильные команды здесь, хороший подбор. За кубок первоклассника борются не только команды из 10 регионов России, но и юные хоккеисты из Пекина. Таким образом, турнир, проходящий на тренировочной арене Федерального спортивного центра «Югспорт», собрал около 400 участников. Организаторы надеются, что теперь юные хоккеисты будут бороться за «Хрустальный кубок» ежегодно. «Хочется сказать славу и благодарность и Федерации хоккея Краснодарского края, и личному лице-президенту Роману Кузьмину, также при непосредственной поддержке администрации города Сочи, и Министерства спорта Краснодарского края. Поэтому, не знаю, команды все на месте, все довольны, все отлично». На этом турнире большой опыт получают судьи, тренеры и хоккеисты. Для некоторых команд это первый соревновательный опыт. Завтра пройдут матчи за третье по 12 места и состоится финальный поединок. В первой и второй группах лидируют «Московский Метеор» и «Тюменский Легион». Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.